Ну вот в таких условиях стороны подошли к 16-му году. Да, сразу по этому поводу скажу. Естественно, в 15-м году было еще очень много всего важного. Мы будем касаться совершенно отдельно темы дипломатической войны в Первой мировой. И в 15-м, в 16-м году, но в этом чуть позже. Пока у нас зона принятия военных решений. Итак, 16-й год. Немцы проиграли генеральное сражение. И в общем выиграли кампанию 15-го года. Но именно в этот момент в германском командовании совершенно неожиданно, для меня неожиданно, происходит полный надлун. У них вдруг возникает настоящее отчаяние. Они, наконец, видимо, дают себе полностью отчет в том, насколько противник сильнее. Насколько много дивизий может реально выставить Англия. Если она действительно организует мобилизацию, а она ее уже организовывает, это пока не мобилизация, это пока добровольная армия, но она уже достаточная. Если англичане начинали на Западном фронте с 4 дивизий, которых потом было 5, то сейчас их уже за 40. И их будет больше и больше, а есть еще войска союзников. Россия, конечно, повержена, но она не вышла из войны. И Восточный фронт остается и продолжает оттягивать силы. И в этой ситуации у Фанкельгайма возникает паника. И в этой панической ситуации он принимает решение, которое является самым неудачным из всех возможных. Хотя, подчеркивая, в этом неудачном решении тоже был определенный смысл. Посмотрите, вот на слайде идет карта Западного фронта. Я специально сделал эту карту, нарисовав на ней все базовые точки связности. Как и положено в позиционной войне, они более или менее симметричны относительно линии фронта. Видно, как фронт делится на три сектора. Северный, восточный, между ними центральный или парижский. И видно совершенно, что есть отдельный маленький сектор вокруг крепости Верден. Почему он отдельный? А потому что Верден оказывается точкой шарнира, где у нас фронт поворачивает из направления, в общем, скорее на запад, в направлении, в общем, скорее на юг. Этот шарник, большая крепость на Маасе, в этом плане начинает носить принципиально центральное значение. Если французы теряют Верден, им довольно сложно удержаться. И их войска отбрасываются к западу, к юго-западу, если быть совсем точным. При этом может возникнуть действительно реально кризис фронта. Потому что потери Вердена приводят, скорее всего, к окружению второй важной крепости Туле. А сверх того начинает создавать новую, чуть по-другому, чем в 14-м году, угрозу Парижу. Отсюда гениальная идея Фанкельгайма брать Верден, вообще говоря, была довольно интересна. И, вероятно, Верден действительно надо было взять, и его можно было взять. При этом надо сказать, что в 14-м году немцам удалось, скорее даже случайно, получить южнее Вердена крупный выступ, Сан-Мейльский. В результате чего крепость с самого начала операции, в общем-то, была окружена с трех сторон. В этом отношении я совершенно не могу спорить с идеями Фанкельгайма о том, что брать Верден было весьма и весьма разумно. Да, сразу укажу. Естественно, совершенно, что у Фанкельгайма было опять все те же возможности. Он мог наступать на востоке, он мог наступать на западе. И в связи с вступлением в войну в Италию произошла третья возможность, он мог наступать на итальянском фронте. Он, естественно, второй раз наступать на востоке не хотел. И здесь его понять очень даже можно, поскольку он полагал, что нести русским более сильный удар, чем он был уже нанесен, ему все равно не удастся. Продвижение к Москве и Петербургу крайне сложно. И, вероятно, за одну кампанию вообще неосуществимо. Киев, наверное, можно взять и выйти к Днепру, но, в общем, не совсем понятно, что это принесет, кроме потери времени. В итоге на Восточном фронте, несмотря на все протесты Рюдендорфа и Гинденбурга, ему наступать не хотелось, он полагал, что делать там совершенно нечего. Отсюда его решение нанести удар на западе. Но при этом Фанкельгай все еще полагал, что никаких шансов прорвать фронт нет. И он решил организовать совершенно невозможное для немецких войск сражение на истощение. Ну, собственно, смотри, здесь очень интересная ситуация. Это тоже вопрос о том, как люди принимают решения, как они за них потом отвечают. У Антанты было больше войск. И вообще, и как лет на Западном фронте. Отсюда они исходили, что можно использовать стратегию размена. А именно, если у нас полтора, ну, скажем, 4,5 миллиона у противника, 3 миллиона, то если мы поменяем 3 миллиона, сейчас останется полтора миллиона, и мы выиграем. А Фанкельгайм исходило с другого. Наши войска лучше. Поэтому мы будем менять войска в лучшем соотношении. Если мы будем на каждые 10 наших солдат выводить из строя 16 англо-французов, а так и было примерно в 15-м году, то у них кончатся даже их огромные людские резервы. При этом Фанкельгайм совершенно не понимал, что речь идет об относительных и абсолютных потерях. Да, абсолютные потери у немцев всегда были меньше. Но при этом относительные потери у них были примерно те же. А поэтому, меняя войска, даже в том соотношении у него получилось, он, в общем, терял. Сверх того, он же менял более подготовленные войска на менее подготовленные. Со стороны союзников тоже вроде расчет вен, только маленькая тонкость. Это вам не шахматы. Фигуры не могут выразить возмущение по поводу того, что их меняют. А люди вполне даже могут сказать, что если у вас единственный способ достичь победы, это разменять 3 миллиона человек, так может у вас что-то делается неправильно. В итоге обе стороны здесь приняли решения естественные, простые, но совершенно бесчеловечные. И, как ни странно, с военной точки зрения, абсолютно беспроспективные. Причем, когда ты начинаешь наблюдать Верденскую операцию, возникает ощущение, что Фанкелегайм просто боялся, как бы так ни получилось, что его войска возьмут и захватят Верден. Он хотел именно сражения на истощение. Поэтому он наступал на очень узком фронте, с очень большим количеством артиллерии. И ему действительно удалось втянуть в сражение массу французских войск, но и массу немецких тоже. Компенс Вергелем, которого, кстати, прозвали Верденский мясник, по-моему, несколько незаслуженно, поскольку он никогда не был сторонником этой операции. Он как командующий армии ее просто проводил. Написал следующее. Месяцы сражения под Верденом в этот период являются в моей памяти наиболее тяжелыми из всех войны. Я предугадывал и заранее знал положение. Я имел слишком много вещей на встрече с офицерами и салатами боевых частей, чтобы тешить себя иллюзиями. В глубине души я абсолютно был против продолжения наступления, и все же был вынужден выполнять приказ. В этом аду Вердена даже самые храбрые войска не были в состоянии долго сохранить свои моральные силы на уровне, необходимом для продолжения наступления. Психологические законы ставят границы человеческим возможностям. Не знать их – это чрезмерно отсягивать лук. Маска и мельница – дробить не только кости, но и дух войск. Сражение под Верденом продолжалось с февраля по декабрь 2016 года. Правда, надо сказать, что оно шло с перерывами, и реально серьезная стадия, когда немцы пытались наступать в февраль-март, фактически в мае они последними усилиями в начале июня его закончили. А англо-французы, вернее французы в данном случае, перешли в наступление уже осенью, и не успокоились, пока к декабрю не вернули ситуацию на исходную позицию. Общие потери сторон. Французы – 377 тысяч человек, из них – 162 тысячи убитых. Немцы – 337 тысяч человек, из них – 143 тысячи убитых. Кстати, заметьте, это уже не 1,6 к 1, это уже 1,2 к 1. Немецкие войска постепенно начинали сдавать, это надо было иметь в виду. За сражение сторонами было истрачено 14 миллионов снарядов. Но надо сказать, что у союзников были свои интересные идеи, и если немцы хотели начать наступление под Верденом, причем как можно и раньше, но они в феврале его уже начали, то союзники решили наступать на СОММИ. Это наступление они замыслили еще в декабре 2015 года, и честно и долго готовили до конца июня. Уровень подготовки. В полосе наступления от тыла к фронту было проложено 250 километров нормальных и 500 километров узкоколейных железных дорог. Оборудовано 6 аэродромов. Сооружено 150 бетонированных площадок для артиллерии особой мощности. Построена водопроводная сеть. Развернуто 13 госпиталей. Французы заготовили 6 миллионов снарядов полевой артиллерии, 2 миллиона снарядов тяжелой артиллерии и 400 тысяч снарядов для траншейных мортир. Ну вы вроде можете сказать, что по отношению к тем миллионам, которые у нас были под Верденом, не так много. Сразу уточню. Под Верденом это за весь период, от февраля до декабря. А вот это проектировалось и стратит за неделю. Дальше все шло, можно сказать, идеально. Начали с большой артподготовки. И продолжали ее до тех пор. Пока, соответственно, даже последний немецкий солдат на другом участке фронта уже не знал, что под Сомой союзники собираются наступать. Для полноты счастья, когда войска уже были отправлены на передовые позиции, пошел дождь. Вот эти наступления отложили на сутки. По официальным британским данным Маза Дождя, по моим представлениям, а потому что в исходных документах было написано не 30 июня, а 1 июля. А нарушать правила нельзя. Представьте себе положение войск, которое приготовлено для наступления, то есть скучно на узком плацдарме, идет дождь и бьют артиллерия с двух сторон. Причем с той стороны бьют тысячи орудий, занимаясь полномерной стрельбой на подавление. Просто представьте себе грохот, который здесь раздается. И люди, которые в этих условиях должны сутки быть готовыми к началу наступления. Они никуда не двигаются, но и отойти. Не могут и спать не могут тоже. После чего началась атака. Лидлгард. Батальоны атаковали четырьмя или восьмью волнами, каждая на расстоянии 100 метров одна от другой. Люди в каждой волне шли плечом к плечу в симметричном и выдержанном равнении. Их учили наступать во весь рост медленным шагом, держа винтовки наперелез. То есть наступая так, чтобы как можно сильнее бросаться в глаза противнику. Результат понятен. Из 100 тысяч человек, вышедших из окопов и дошедших до нейтральной полосы, то есть не до линии противника, а до нейтральной полосы, 20 тысяч было убито и 40 тысяч было ранено. Особенно велики были потери в офицерах. Офицеры шли впереди. Имели форму, отличающуюся от солдатской. Белые перчатки и стеки. Но вероятно, чтобы они как можно лучше были видны противнику. 1 июля 16-го года считаются черным днем британской армии. Никогда ни до дня, ни после этого дня она не несла столь огромные одномоментные потери. Армия Ньюфаундленда потеряла за один день 91% состава. Ньюфаундленд в тот момент английский доминион. Он, конечно, послал туда только один пехотный полк. Но этот полк полностью был уничтожен. Итак, потери. Еще раз повторю цифры. 20 тысяч убитых, 40 тысяч раненых. Общие германские потери в этот день 10 тысяч человек. Из них на Британском фронте 8 тысяч. Такова была ситуация на Западном фронте. Сразу скажу, что сражение под Сомой тоже продолжалось несколько месяцев. В общем и целом ситуация относительно понятна. Сразу задает вопрос. Ну хорошо. Англичане и французы в очередной раз продемонстрировали, что воевать они не умеют и не понимают, как это делается. Если в кампании 15-го года была хотя бы идея с Дарданеллами, пусть провально закончившаяся, но имеющая некоторые шансы на реализацию, то в кампании 16-го года нет даже этого. Опираться на Соми явно больших шансов на реализацию с самого начала и до конца не имело. Но понятно также, что ничего хорошего не случилось у немцев. Сражение под Верденом они проиграли. Сражение на Соми было тяжелейшим. Но в общем и целом они более или менее удержали позицию, но отойти и отступить все-таки пришлось. А главное – потеря. Да, конечно, в первый день все было так, как я написал, но сражение же продолжало много месяцев. И итоговые потери опять ушли к зоне 1.2 к 1, что для немцев было уже ни в какие ворота, с учетом продолжающегося усиления британских и французских войск. И здесь встает вопрос, был ли прав Инкельгайм. И, конечно же, вырисовывается одна очень красивая операция. Интересно тем, что она не столько тем, что мы ее придумали. Интересно тем, что, в общем, о ней достаточно много и интересных. Интересно написал Конрад фон Гетцендорф, собственно говоря, австрийский командующий. Дело в том, что к этому моменту австрийским, русским и западным фронтам уже ситуация не ограничивалась. В мае 15-го года в войну вступила Италия и возник совершенно отдельный итальянский фронт, о котором можно рассказывать много, долго и интересно. Я ограничусь известным военным анекдотом. Для чего в мире существует австрийская армия? Чтобы другим армиям было кого бить. А для чего в мире существует итальянская армия? Но австрийцы же тоже люди. Что вытворили на фронте итальянские войска? Это отдельный и сложный разговор. В двух словах они наступали. Они наступали на реке Изонце. Это, собственно, зона границы Италии и Далмация. За 15-й год они наступали 4 раза, за 16-й год примерно столько же. А всего в районе Изонца они разыграли, в зависимости от того, как считать, от 11 до 14 сражений. Без всякого результата. Бедным, несчастным австрийцам к итальянскому фронту пришлось относиться по логике, ну, по остаточному принципу. Что есть, то есть. И как раз в этот момент у Конорода возникла гениальная идея. Дело в том, что австрийский фронт, ну, сами посмотрите по карте, имел довольно сложное начертание, связанное, собственно, с линией границы в значительной степени, но еще и с линией Альп во второй степени. Наступать можно было далеко не везде. И там-то, где наступали, это было очень неудобно. Но в остальных местах это не было невозможно в принципе. В итоге на фронте было две зоны, где, возможно, были активные действия. Это, собственно говоря, крайний восток ТВД зона Изонца и крайний запад ТВД зона Трентина. И получалось так, что итальянцы наступают на Изонца, а при этом фронт на Трентина нависает над их тылом. Отсюда возникает идея довольно сложная операция. Эта идея и первоначально и пришла на ум Конраду. В чем смысл? Прежде всего, понимая, что русская армия в общем и целом разбита. А главное, ну хорошо, будет она снова наступать. Даже одержит она по очередную победу где-нибудь в Галиции, что в реальности и было Барусиловский прав в районе Луцка. Но даже она снова продвинется к Вислиссану. Ну и что? Это не меняет дела. Зато за это время можно собрать против итальянцев очень приличные силы и нанести два удара. Первая наносится на фронте Изонца с крайнего фланга итальянского наступления, то есть севера. В реальной истории это и было сделано, правда не в 16-м, а в 17-м году. Сражение, которое вошло во все учебники военного искусства и имя которого стало нарицателем для обозначения разгрома Капаретта. Этот удар будет нанесен, для чего, собственно, в группе армии Баруевича происходит усиление, добавляется 2-3 корпуса с Восточного фронта. И этот удар уже вызовет потрясение итальянского фронта и заставит итальянцев на это дело как-то реагировать. А пока они реагируют. Вот на участке Торрентина создается группировка того же типа, которая была при Горлице. В центре 11-й германская армия все того же Маккензера, все с теми же гвардейскими 41-м корпусами, а с флангов ее прикрывают 11-я австрийская, 3-я австрийская армия. И вот эти войска по схеме Горлица наносят удар. И если я правильно понимаю ситуацию, то, как известно, ничего войне гарантировать нельзя, но исходя из всего ее опыта прорвут они фронт. Прорвут и начнут быстро продвигаться вперед. Они в реальности прорвали этот фронт, хотя немецких войск там не было, прорвали только тем, что австрийцы нашли сами. А в той схеме, которую я сейчас показываю, которая принадлежит Конороду, немножко мною творчески переработана, сил там значительно больше, они лучше расположены. Опять же, это не в смысле критики Конорода, у него было немного сил, он их не мог расположить оптимальным образом. Ему надо же было и свои фланги обеспечивать. Идет прорыв. И этот прорыв выводят австрийско-германские войска в глубочайший тыл Италии. Наступления начинают развиваться на Монтую, Падую и Венецию. Это означает полное окружение всей итальянской армии. Само собой разумеется, что такое полное окружение не произойдет. Само собой разумеется, что итальянцы что-то нам смогут спасти. Но в подобной ситуации они затребуют помощь у союзников. И союзники будут выражены указать, у них нет вариантов. Помощь будет нужна очень быстро. А это означает, что использовать можно будет только французские войска. Других просто нет. что их можно быстро посадить. И войск нужно много. По моим расчетам, чтобы остановить наступление хотя бы на линии Венеции, хотя бы на линии Рекипу, а это уже для итальянцев полная катастрофа. Между прочим, большие проблемы с флотом. Венеция была главной базой. Но флот они, наверное, уведут. Но, в общем, придется взрывать портовые сооружения, и далеко не все уйдет. Так вот, только чтобы хоть как-то установить эту операцию, и не дать немцы пробоваться в Среднюю Италию и Криму, потребуется не менее двадцати французских дивизий. Это оценка снизу, может быть, больше. И понятно, дальше дальнейшее движение стратегической мысли. И вот как раз, когда французы аккуратно перетаскивают силы с французского фронта на итальянский, австро-германское командование понимают, что все, что здесь нужно, уже сделано. И дальнейшее наступление, в общем-то, на узком Пенинском полуострове не входит в их планы. Все ту же одиннадцатую армию берут. И по дорогам перемещают на Западный фронт. Куда? Правильно, под Верден. Где пятая и одиннадцатая армия как раз в тот момент, когда итало-французы переходят в контрнаступление на итальянском фронте, атакуют Верден. И не на узком участье, как это делал Фанкельгайм, а на широком, на всем фронте Верденского выступа. Если французам и здесь удастся отбиться, ну, значит, ничего не поделаешь. Я уже говорил, что после генерального сражения война за страной державой, в общем, при правильной игре с обоих сторон проиграна. Но в пятнадцатом году союзники играли так кооперативно, что вот этот шанс появился. И что-то мне говорит, что не удержался бы Верден в этой ситуации. И, скорее всего, он был бы взят быстро, до того, как французы успели бы среагировать и начать усиление этой позиции. И вот тут уже идут варианты. После разгрома России, разгрома Италии и крушения Западного фронта. Не полно, но уже с очень серьезными проблемами. Союзники будут вынуждать русских двигаться дальше все быстрее и быстрее в наступлении, что и в реальной истории было. А Россия, как вы помните, не имеет единого руководства, сколько Николай II ничем не руководит. А потому у нее все фронта действуют по отдельности. Юго-Западный решает свои задачи, Брусиловское наступление, Западный свой удар под Барановичами, Северный свои попытки наступать под Ригой. И, скорее всего, все это ни к чему не приводит, кроме все более и более растущих потерь. В общем и целом, в этот момент можно сказать, что у немцев есть реальные шансы на выигрыш войны. Этот период был очень небольшим. Вопрос. Почему на это не пошел Фанкельгейм? Подчеркиваю, ладно бы, до сложной маятниковой операции он, наверное, мог и не додуматься. Хотя, в принципе, вся идея плана Шлиффена, изначального плана Шлиффена, это как раз глубокий стратегический маятник. И в этом плане эта идея находилась в логике германского командования. То есть, продумать ее было можно. Но дело даже не в этом. В конце концов, эту операцию ему предложил Конрад. То есть, сказать, что до нее никто не додумался, было бы смешно. Да и вообще, странно было бы не увидеть кусочек фронтов Тринтина. Базовая проблема здесь была следующая. Официально, по мнению Фанкельгайма, выводит Италии из войны ничего особо не решал. Мой комментарий в скобках, ну да, 36 дивизий, выведенных из войны и большая страна ничего не означает. Мелкое событие, на которое не стоит обращать внимания. Далее, Фанкельгайм очень боялся наступления союзников на Западном фронте. И хотел обязательно их опередить, наступая на Верден уже в феврале. Что касается операции в Тринтина, в реальной жизни она была сделана в мае. Ее можно было немножко ускорить, но никак не ранее, середины апреля. А это означает, что операция на Западном фронте могла начаться только летом. И Фанкельгайм боялся, что Западный фронт к этому времени может и рухнуть. Все это официальные причины, но есть реальные причины. Война штука коалиционная. Как бы то ни было и какое бы значение не играла 11-я армия Маккендин, она играла бы главное значение в этой операции. Все-таки на Итальянском фронте из пяти действующих армий четыре были бы австрийскими. И в этом плане решающая победа мировой войны оказалась бы на стороне Австрии, а не Германии. А великий спор немцев, австрийцев и пруссаков, кто должен руководить Германией, одной только кампанией 1866 года решен быть не мог. Вообще, немецкие генералы, как правило, не занимаются политикой. Но конкретно Фанкельгай в ней немножко разбирался, но вот на очень детском уровне. И вот тут-то как раз и возникает ситуация. Если бы он не разбирался совсем, он бы об этом не думал. Как я убежден, что об этом абсолютно не думал Конрад и точно не думал Людендорф. Если бы он разбирался в ней очень хорошо, он бы понял, что вопрос о господстве в германском мире решается вообще по-другому и в другой плоскости и занялся бы этим вопросом потом. Но он понимал это на детском уровне. А отсюда отказался от очень интересного многообещающего плана во имя плана, который даже с его точки зрения а Фанкельгай был хорошим руководителем. Был вообще-то значительно хуже. Ну вот следующий слайд, который вы можете посмотреть. Это схема компании 16-го года. Сравнивая с 15-м видно две вещи. Во-первых, красного, то есть успехов союзников на ней больше, чем синего. А во-вторых, сама по себе компания выглядит довольно-таки бедной. Потери были колоссальнейшими, а вот такой особых результатов в этой компании незаметно. Но 16-й год ознаменовался очень важной вещью. В этот момент все воюющие стороны прописью все приходят к выводу, что надо как-то искать мира. Но искать мира все собираются совершенно различными способами. В Австро-Венгрии очень вовре умирают французов. Приходят к власти Карл, он для начала отправляет в отставку Конрада, чем явно показывает, что воевать империю больше не будет. Но выйти из войны, как он выясняет, очень сложно. И как и Россия не смогла это сделать в течение всей кампании 16-го года, и ей пришлось заниматься этим в 17-м после двух революций, так и Австро-Венгрии пришлось мучиться всю кампанию 17-го года и ждать до 18-го. Тем не менее, вопрос о том, что пора заканчивать войну, в Австро-Венгрии и России уже четко формируется. Германия на этот счет не думает, Турция находится под ее жестким управлением, а вот у союзников тоже происходит некий надлом, и надлом этот начинается с того, что увольняют в отставку Жофра. И здесь мы приходим к кампании 17-го года. Опять же, мы будем говорить очень о ней коротко, поскольку сейчас не в ней дело. Базовое событие в ней два. Это выход из войны России, что происходит медленно и мучительно между ноябрем 17-го, ну, в общем-то, можно сказать декабрем 17-го, хотя формально, конечно, февраль 18-го. Таким образом, Россия все-таки выходит из войны, что резко ухудшает ситуацию для союзников, но чуть раньше выхода из войны России, 6-го апреля, в войну вступают Соединенные Штаты. Сразу начинают создавать армию и отправлять ее на Западный фронт. Но проблема в том, что к 17-му году французская армия устала до последней степени. Жофр был очень неплохим командующим. Он очень много приложил усилий к тому, чтобы Франция выиграла войну, и еще больше к тому, чтобы в 16-м и 15-м году хоть как-то сберегать французские войска. Ему это не удавалось в полной степени, но, в общем, Жофр хотел перенести войну на плечи союзников, и в целом у него это получилось. Но Жофр был сторонником стратегии истощения. Он полагал, что нужен размен, и он полагал, что война будет идти медленно, спокойно и очень методично. Его снимают, и новым главкомом назначают Нивеля. Очень интересный человек, он в 14-м году командовал дивизией, такой классический военный выдвиженец. Нивель решил сокрушить немецкий фронт одним ударом. И наступать в самом укрепленном участке германских позиций в районе Шмендендам, это зона Лаон, Краон, вот этот район, где были бои на реке Эна. Прорвать фронт в один день, и дальше непрерывно наступать до германской границы. Его идея стратегия сокрушения. Идеи Нивеля все ругают, учитывая немеренную катастрофу, которую они привели. Надо сказать, что сама по себе логика наступать в районе Шмендендам мне кажется вполне здравой. И в 18-м году Ледендорф со своей стороны покажет, как это делается. У него получится, он отлично прорвёт французский фронт. Но у Нивеля получилось следующее. Во-первых, о своём плане он рассказывал всем, кто хотел его слушать. Причём рассказывал и как, и что, и где, и когда. Во-вторых, этот план обсуждался в Парламенте. Оцените эту ситуацию. Парламент обсуждает, какого числа, какими силами, и в каком направлении французская армия внезапно нанесёт сокрушительный удар по-германской. И обсуждение идёт неделями. Естественно, после этого немцы к этому удару максимально готовы. Да, у них не очень много сил, но что они могут, они там поставили. Для полноты счастья Нивелю ещё и жутко не повезло. В момент начала наступления, а это 16 апреля, вдруг внезапно резко испортилась погода, что во Франции в это время бывает редко, вплоть до того, что начался снегопад. А наступать должны были алжирские и сенегальские части. Вражеских пулемётов они не очень боялись, но вот снегопад в середине жаркой весны привёл их к тому, что они просто убежали с фронта. Было много обмороженных и масса людей, которые просто сбежали. И сбежали от холода. Итог операции продолжался на 16 апреля по 9 мая. Немцы потеряли 167 тысяч человек, из них 29 тысяч пленными. Союзники в ответ потеряли 345 тысяч человек. А вот это уже называется два к одному. 118 танков было потеряно. О танках в войне мы будем говорить отдельно. Это сейчас отдельная интересная сложная тема. Помните, я говорил, что Черчилль проиграл для Англии решающую операцию от Дарданеллы и столь же решающую выиграл. Это была не военная операция, но именно усилиями Черчилля английская армия получила танки в большом количестве. Это отдельный очень интересный разговор, если останется время, немножко расскажу про эту тему. После колоссального поражения под Шмендендам во французской армии начались мятежи. Солдаты покидали окопы, захватывали грузовики и поезда и отправлялись в Париж. Мятеж охватил 54 дивизии. Дезертировало 20 тысяч солдат. Пошла волна забастовок, швейная промышленность, стройки, металлургия. Франция в этот момент фактически теряла шансы продолжить честь в войне. Правительство отреагировало быстро. Жесточайший террор на фронте. На самом деле, говоря о красном терроре и белом терроре в России, почему-то все обходят молчанием террор 1917 года во Франции. А это был террор. Это было огромное количество смертных приговоров и тюремных сроков для участников. Но кроме террора сделали еще одну работу. Нивеля сняли, его отправили в Алжир и дальше его следы теряются. А на его место назначили Петена. Герой обороны Вердена, очень авторитетного именно из-за Вердена, при этом человека трусоватого, что он и показал в следующую войну. И из-за этого весьма осторожного. Петен заявил, что никаких наступлений неподготовленных более не будет и вообще мы будем теперь беречь своих солдат. Комментарий мой в скобках. Ну да, потребовалось три года до того, что появилась стратегия, что солдат вообще-то нужно беречь. А что в это время делали англичане? А англичане в это время решили наступать во Фландрии. И была у них такая идея. Она у них все время была. На этот раз они нашли участок, который не подходил для наступления наименее всего. Они его долго искали. Это было район Пашенделя. Фактически бывшее дно моря. После отступления моря и создания системы дамп в Голландии и Бельгии оно немножко очистилось. От начала до конца это болото, в котором даже окопы собственно копать было невозможно. Артиллерийская подготовка, к которой англичане велись в своем стандартном стиле многомесячной стрельбы, естественно разрушила там все системы дренажа. В результате местность, которая была и так-то болотом, стала болотом непроходимым. И вот в этом непроходимом болоте несколько месяцев продолжились наступательные действия. Они вошли в поговорку и в стихи. Потому что в середине этой операции один из британских генералов, крайне раздраженный тем, что войска, несмотря на превосходство в силах и в артиллерии, не продвигаются вперед, решил наконец проехать на фронт и посмотреть ну собственно и на месте приказать командирам двигаться вперед. Вот он едет к линии фронта и видит вот эту ситуацию, абсолютно непроходимое болото. По этому болоту проложены отдельные мостики. Я собственно на слайде показал фотографию по Шандере. Все деревья сломаны, ни на одном из них нет листвы. Никаких воронок нет, потому что это болото, воронки полностью заливаются водой. И когда он увидел мертвого солдата, который лежал на спине, вытащив из воды штык, кончик штыка, у генерала случилась истерика. Он остановил машину, зарыдал, бил кулаком там по двери машины, кричал, и когда его разобрали, что он говорил, он говорил, господи, я ее гнал сюда, но я же не знал. Ну, эту тему потом было написано нескольких стихотворений, а Пашендел так и остался крупнейшим поражением британской армии. Кстати, не могу не отметить, что если после бойни Нивеля во французской армии начались беспорядки, то английская армия, потеряв Пашендел выдержала. В некотором плане это, конечно, вызывает колоссальное уважение к национальным характерам англичан. Ну, что здесь еще нужно сказать? Собственно, пришли к концу разговора об управлении войны. А теперь некоторые цифры. За войну собственно Россия потеряла 9 миллионов 830 тысяч человек. За это время в стране ушло в отставку или было убрано в отставку 10 высших начальников. Я рассматриваю уровень императоров, командующих вооруженными силами, премьер-министров, то есть людей, которые занимали первые базовые позиции. Итого в России на одну отставку приходится 983 тысячи человек потерь. В Германии 921 тысячи, в Италии 687 тысячи, во Франции 679 тысячи, в Австралии 613 тысячи, ну и так далее, в Великобритании например, 281 тысячи. Но эта статистика не совсем точная, потому что все-таки и в России, и в Германии, и в Австро-Венгрии было очень много отставок, вызванных революциями. Ну, революция есть революция, что тут можно сказать? Если что происходит, люди отправляют в отставку или убивают. Если мы уберем революцию, то статистика оказывается гораздо хуже. В России 2 миллиона 458 тысячи на одну отставку без учета революции. В Германии 1 миллион 228 тысяч, во Австро-Венгрии 749. Ну, поскольку в остальных странах революции не было, там, естественно, цифры не поменялись. И вот эта ситуация заставляет нас подумать о том, каким образом меняется состав элит во время войны, во время проигранной войны, во время выигранной войны. И этот вывод для нас может быть интересен, потому что Россия сейчас находится в состоянии войны, которая является даже не холодной, а по меткому выражению одного из поляков ледяной. Вот дальше даны несколько на эту тему любопытных слайдов. Один слайд это общее число отставок усредненных по годам и по кварталам. Красный пунктир это усреднение по годам, синее по кварталам. Сразу видны четкие пики. Это собственно 16-й год, когда принимается решение о том, что войну нужно кончать, а потому убирают в отставку многих людей, которые были тесно связаны с войной. Ну и конечно 18-й год, когда война на самом деле кончилась, в итоге революция в Германии, революция в Австро-Венгрии и тоже масса отставок. Если посмотреть масштаб помесячно, то просто видно и видно очень хорошо, как отставки коррелируют с крупнейшими сражениями. Тоже рекомендую посмотреть на этот график. Ну а теперь собственно очень важная и любопытная таблица, на которой я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. Берем все страны, ну основные я брал Германию, Австро-Венгрию, Россию, Великобританию, Францию, все остальные вошли в категорию прочие. И рассматриваем базовые возможности отставок. Первое это добровольная отставка. Человек сам, понимая, что он неправ, подает в отставку и уходит со своей должности. Второе вынужденная отставка. Перед человеком создают такие условия, что он далее работать не может. Например, тот же Франкельгайм в августе 16-го подал в отставку, когда император пригласил Генденбурга Ледендорфа пообсуждать руководство войной в его отсутствии, в отсутствии начальника штаба и главкова. Но понятно, что это был вежливый военомер, что тебе нужно уходить. И наконец, есть просто отстранение, когда дается приказ более высокого руководства и человек снимают с должности. Так вот, всего по Первой мировой войне добровольных отставок 2, это 4%, вынужденных 14, это 27%, и отстранение 18, 35%. Итого про все вместе 67%. Это то, что называется легитимная ротация ротация. Но все легитимно. Человек уходит сам или его увольняют, он остается жив, может писать мемуары, может работать преподавателем университета, как было неоднократно. В некоторых случаях, правда, случаев всего два, может даже вернуться руководить войной. Вернулись два человека. Черчилль, который после провала Дагнальевская операция и уходы Фишера, тоже был вынужден уйти. Некоторое время проработал канцером Ярцевского Ланкастерского, то есть министром беспортфеля, после чего подал в отставку и отправился на Западный фронт, где в чине майора несколько месяцев командовал батальоном. Кстати, вполне нормально командовал, неплохо себя проявил. После чего вышел в отставку из действующей армии и вернулся обратно. В Англии стал министром военного снаряжения, на какой должности отлично провоевал до конца войны, внеся немалый вклад в успех Великобритании. Да, я обещал вам по этому поводу рассказать историю о роли Черчилля в производстве танков, она довольно смешная. Да, вообще история танков сама по себе отдельная, жутко интересная, но нет времени сейчас рассказывать. Поэтому два слова только о Черчилле. В общем, на самом деле с конца сентября 2014 года все штабы воюющих армий были завалены предложениями фронтовиков по созданию бронированных машин для преодоления окопов. До английской армии дело тоже дошло. Но реагировали штабы по-разному. В некоторых случаях авторов писем наказывали, в некоторых них просто не обращали внимания. В английской, естественно, не обращали внимания. Надо же такому было случиться, что в какой-то момент кто-то из офицеров журналистов достучался до министерства. В итоге запрос был послан уже не от имени какого-нибудь там майора или лейтенанта, а от имени правительства. Правительству было отвечено, что все эти предложения полный бред собачий, никому не нужны и никто этим заниматься никогда не будет. А дальше картинка с выставки. Начинает заседание военного кабинета. У Асквита собственно лежит премьер-министр Атветик вот этот. У Черчилля, как у большинства людей с высокой пассионарностью, есть стандартный принцип карточного игрока. Сначала посмотри карты соседов, свои-то загнут успеют всегда. Он увидит этот документ, быстренько его проглядывает и спрашивает Асквита это что? Какую-то ерунду, меня попросили сделать запрос, мне ответили. Так что, он тебе не нужен этот документ? Я говорю, не нужен, можно я его возьму? Бери. Черчилля берет документ, прочитывает его и на следующий день создает у себя в Адмиралтействе комитет по строительству сухопутных кораблей. А что, совершенно морская тематика. В конце концов, как воин морской министр отвечает за все строительства. Руководство этим комитетом поручает немало-немного главному строительству британского флота. В итоге, после чего вытаскивает людей, которые писали эти документы и начинают англичане заниматься танками. Занимаются они ими с английской бестолковостью, но зато и с английской въедливостью. В итоге, англичане получают танки раньше и лучше других, и к концу войны их число измеряется уже тысячами, а у немцев их нет практически совсем. Что играет, как вы увидите, по кампании 18-го года большую роль. Так вот, конец вставочки, Чарчилль был вторым человеком, которому удалось вернуться в войне на управляющую позицию. А вот дальше начинается нелегитимная ротация. Человек может для начала просто умереть. Иногда он умирает очень вовремя. Например, случилось с Францем Мелосифом. Почему вовремя? Надо было выводить страну из войны, а он точно был к этому не готов. Но с другой стороны, был он человеком старым, так что никого это не удивляет. Ну вот, например, лорд Китчелев. Вообще-то, он ничуть не менее Черчилля был виноват в Дардонельской операции, но в отставку уходить не захотел. А отставить его было нельзя. Он был слишком значимой фигурой для общественного мнения. В итоге отвечающих должен отставить его нельзя. И происходит странное событие. Он отправляется в Россию вести переговоры на крейсере Хэмпшир. Крейсер попадает на мину и гибнет почти со всеми людьми, включая Китчелева. Все в порядке, человек героически погиб на посту. Можно искать в этом чьи-то заговоры, можно не искать. Но сомнений в том, что он погиб очень вовремя, ни у кого не было. Я на эту тему часто вспоминаю графа Монте-Кристо, когда граф говорит, что если ты сейчас вернешься домой живым, я буду считать, что Бог тебя простил, и я тебя тоже прощу. Но, как вы помните, кадрос при этом погибает. Здесь та же самая ситуация. Если бы Китчелер, который вышел в море в очень неудачное время, по очень неудачному маршруту, вернулся бы в Англию живым, возможно, его простили. Черчилль именно поэтому вернулся в руководство, он пошел на фронт. И как бы мы ни говорили, что он там был не очень долго, но это Западный фронт. И это должность непосредственно в окопах. Умереть при этом было вполне реально, и шансы были большими. Собственно, Черчилль не погиб чудом, с ним кто-то захотел встретиться, фигура была популярная. Он поехал, человека не нашел, раздосадно вернулся домой, где ему редкий счастливчик, потому что снаряд как раз разрушил полностью блиндаж, в котором обычно находился. Во всяком случае, он жизнью рисковал, и поэтому, когда он вернулся, в некотором плане его грехи были забыты. А с учетом того, что кроме грехов у него были и заслуги, его вернули обратно. И так я обращаю ваше внимание, что есть еще и ротация через смерть. Ну, а что делать, например, с Россией? В России являются неприкасаемым не один какой-то там Китченер или Французер, а в России неприкасаемым оказывается весь правящий слой. Дело доходит до того, что командующий фронтом, чтобы снять командующего армией, что вообще-то входит в его прямые прерогативы, должен не более и не менее как организовать общее совещание в присутствии главкома, начальников штабов и так далее, что, как вы понимаете, каждый день тоже не делается. То есть, где-то раз в полгода можно организовывать. Россия оказывается неподсудным и неотстраняемым весь руководящий слой. И если война идет неудачно, происходит вполне понятное явление. Ротация через революцию. И вот революция, придя к власти, наказывает и правых, и виноватых. Но я прощу ваше внимание, что виноватых она наказывает всех. Те же генералы, сдавшие крепости, попавшие в плен после мира с Германией возвращаются в Россию, где их находят и по подозрению в соучастии белому делу быстренько расстреливают. Все хорошо, нормально, но только пояснику в отношении к белому делу эти люди не имели, никто бы их в это дело не взял. Но я должен сказать, что все высшие руководители, которые были ответственны за провалы России в войне, революцию не пережили. в этом отношении ротация через революцию очень действенный способ. Ну и, соответственно, это дает очень простой вариант. Легитимная ротация 67%, нелегитимная ротация, то есть через смерть или через революцию 33%. Видимо, вот это соотношение некая социальная норма. Но понимать здесь нужно одну вещь. Элиты на то и элиты, что они не только руководят войсками, руководят странами и принимают верное или неверное решение. А неэлиты еще и потому, что отвечают за свои решения. В лучшем случае отставка и позором, в худшем, если они не хотят отвечать таким образом, они отвечают кровью. И вот это есть некоторый социальный закон. Наверное, на этом я бы хотел закончить лекцию, посвященную механизмам принятия решения в Первой мировой войне. Спасибо за внимание.